Про любовь к себе Здравствуйте, я Михаил Лобковский У нас в студии Полина и Надежда И мы сегодня поговорим о любви к себе Несколько слов вводных Что это такое, любовь к себе Это когда человек себя любит Когда он себя принимает таким, какой он есть Когда он сам себя устраивает И что очень важно, ничего не делает в ущерб себе Да, пожалуй, всё Дальше, я думаю, вы будете задавать вопросы И мы с вашими вопросами и моими ответами Раскроем тему подробнее Давайте, Полина Ну, любовь к себе, если её не было изначально Она же из детства, да? Если её не было, откуда её взять? Вот ты взрослый человек, тебе вдруг говорят, что надо любить себя Вы имеете в виду, когда человек себя никогда этого не любил Да, и даже не подозревал о том, что он себя любил Пока не послушал нашу программу И даже не знал, что это такое Или в журнале прочитал Хороший вопрос Потому что любовь к себе, наша собственная Формируется изначально ведь не нами А нашими родителями Мы относимся к себе Так, как они относятся к нам Ну, относились, когда мы были маленькие совсем Потому что в процессе взросления отношения могут меняться Вот когда мы родились На белый свет И когда с нами стали общаться мама и папа Ну, у кого может быть только мама А у кого вообще приёмная семья А у кого бабушка и дедушка Ну, кому как повезло Это, кстати, не самый важный момент Важно, как они общались Как они к тебе относились Любили ли они тебя? Нет, они могли любить Но ты мог это не считывать как любовь Полина, бывает такая ситуация Когда мама тебя обожает Но ты думаешь, она тебя просто достала Ну, первоначально всеми опекает Не даёт тебе вздохнуть спокойно Не даёт тебе погулять С парнями пообщаться Прийти ночью И ты думаешь, что тебя просто душат На самом деле мама очень тревожная Но так она тебя любит Важно, чтобы ребёнок это принимал как любовь сам Чтобы он, даже будучи грудным Маленьким ребёнком Ну, в год, в два года, в три года, в пять лет Когда всё, собственно, и формируется Наше представление о любви к себе Чтобы в этот период он чувствовал Что его любят А именно, его поддерживают всё время Его стараются не критиковать Отделяют, например, его от поступка Как бы ты хороший, а поступок у тебя плохой Его любят безусловно То есть не требуют от него доказательств Того, что он хороший В виде вымытой посуды Приготовленных уроков Хождение по магазинам Пятёрок Пятёрок и так далее И когда ребёнок чувствует, что его любят Он начинает и сам к себе так же относиться То есть изначально При даже самой высокой самооценке Ребёнок А мы все были детьми Черпает представление о себе, конечно же, от других Именно они закладывают в нём Вот это ощущение от себя Но вопрос был в том, что Если бы родители себя так не вели Или вели себя как-то неправильно Вот они не вложили эту любовь к себе, ребёнку Ну да Вот это взрослый человек Вот как большинство из нас К сожалению, те дети, которые Были лишены родительской любви Или сами не думали, что это есть любовь Не чувствовали этой любви Они выросли с нелюбовью к себе Это выражается в том Что они не живут, как они хотят Они выполняют какую-то функцию Родители, например, внушили, что есть слово «надо» И оно в жизни главное Поэтому всё у них происходит в борьбе Вот они решают проблемы Они ходят на работу, потому что надо Они женятся, потому что надо Они заводят детей, потому что надо Они даже бабушке место уступают в метро Не потому что они любят эту бабушку И хотят ей помочь Потому что это правильно В своей жизни нет никакой Нет слова «хочу» Нет желаний А есть вот какая-то жизнь Достаточно ущербная жизнь Потому что в ней нету этой любви к себе Которую родители, вот как ребёнку представляется В детстве уже внушили И, кстати, многие, кто приходят в консультацию Именно так это объясняет Меня так воспитали Там такое было время И у меня были такие родители Так это было тогда не принято И так далее Это всё история о том Что я себя не люблю Но я сейчас начал с самых лёгких вещей Давайте немного ужесточим ситуацию Я себя не люблю Это ещё то, что я себя не принимаю Таким, какой я есть Я урод Я тупой Я бездарный Меня никто не любит Я ничего не достоин Из меня ничего не получится Я ничего не могу добиться в этой жизни И вообще моё место под солнцем Находится в тени Откуда? Вот прямо такими же словами Это ребёнок всё слышал В свой адрес от родителей И что он дебил И что из него вырастет только дворник И что из него ничего не получится И что в школе он учится плохо Поэтому опять смотри пункт про дворника И они его не поддерживали, родители И он вырос без поддержки И не поддерживающий сам себя Потому что то, что я сейчас сказал Это то, что человек так о себе думает Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!